Ну, вы правильно сказали, что в то время, когда всё было обращено в схему, в какие-то жёсткие установления, такая были вот книжности фарисейства, в общем, царствовала, и Пастернак об этом говорил, всё тонет в фарисействе, то вот такая свежая поэма, написанная о ещё тогда дикой природе Киргизии, горной природе и о свободном человеке, человеке природы, Джимеле, внутренне свободном человеке, она привлекла внимание. Но я думаю, если на глубине, то главное, почему я обратилась к Чингизу Айтматову и его творчеству, потому что я обратилась к нему за правдой. И не только я, а вот целая когорта режиссёров, молодых режиссёров, которые ринулись к Чингизу Айтматову. Вы знаете, что его произведения экранизировались по два-три раза. Подряд. Поэтому все шли за правдой, потому что в центре всё наиболее правдивое было разобрано маститыми режиссёрами. А остальное была фальш и ложь. И вот чтобы уйти от этой фальши, мы ринулись на юг, на юго-восток России, потому что там выселись две огромные горы со снежными вершинами. Это Чингиз Айтматов и Расул Гамзатов. До этого с Айтматовым уже работал Андрон Кончаловский. И надо сказать, что очень трудно проходила его картина. Очень трудно сквозь большевистскую цензуру. И я обратилась одновременно почти с Сергеем Павловичем Мурусевским, который свой дебют режиссёрский решил сделать на Чингизе Айтматове. И стал экранизировать «Бег и на хоббс». Ну вот, за правдой я пришла к Айтматову, влюбилась в эту страну. И, наверное, моя задача была показать всё поэтическое и всё лучшее в этой стране. Ну, как каждый восточный человек, он, конечно, давал предпочтение Русевскому. И не только как мужчине, но и Русевский был мирового класса оператор. А я была только... Это моя вторая картина, третья картина, если месть считать, третья картина. И поэтому, конечно, я была ещё режиссёр, молодой и неизвестный. И поэтому, наверное, так что предпочтение было явно за Русевском. Меня немножко отодвигали назад. Но, тем не менее, Чингиз очень помогал в работе. Он помогал таким крепким, практичным советом и полной свободой творчества, которое он дал. Он, по-видимому, поверил мне. И у меня была полная свобода. Материал ему очень понравился, когда он посмотрел его. И надо сказать, что он, конечно, может служить образцом борьбы за всё хорошее, что есть в фильме. Потому что, когда по привычке редактора стали картину резать, кромсать и так далее, то он категорически вставал, он боролся, как лев. То есть на собраниях. Потом все выходили, он ещё раз входил в кабинет, и мы все его ждали, и он выходил красный, вспотевший, но говорил, ничего не вырезайте. Так что я очень благодарна за это. Но вообще, я считаю, что этот писатель дал мне путёвку в жизни, потому что я поняла вкус настоящей большой литературы. И с тех пор я дала себе слово этой литературе следовать в кино. Вроде форма тогда незнаемой, которая встретила огромное неверие на Мосфильме, и нам пришлось бороться, и Ченгизу пришлось за это совмещение цветов писать письма, добиваться этого, потому что картину отказались печатать. Сказали, что этого не может быть, это не получится. Но потом вот мы победили, а теперь все это делают, и ни у кого это не вызывает удивления, как у всякого большого и маленького открытия. Но тогда это пришло изнутри, и не от формы ради формы, потому что я никогда к этому не прихожу в своих работах, а от внутреннего видения и толкования самой картины. Надо сказать, что Джамилю пробовали снимать до меня, об этом мне сказал Ченгиз Старкулович, что пробовали снимать, и не получалось. И на уровне сценария, и на уровне фильма, то есть фильм не получался. И я подумала, что, по-видимому, не получалось от того, что брали только историю любви Данияра и Джамили. То есть чисто любовную историю делали ее слащавой, и это выходило вот как индийские фильмы. Фильм не доводили до конца, но заявки были малоинтересны из-за этого. Когда я стала вдумываться в повесть, то я увидела, что здесь рассказывается эта история глазами мальчика. Возможно, это глаза самого Ченгиза. Он только сделал его мальчиком-художником. И этот мальчик, который открывал мир для себя, и который был по-детски влюблен в Джамилю, он вел этот рассказ, эту повесть. И в картине чувствуется двойная спираль. То есть линия искусства, линия рождения художника, рождения любви, потому что Айтматов говорит, что любовь – это такое же редкое, как талант. Настоящая любовь, большая, это так же редко, как талант художника. И это тоже, так сказать, дар божий. И вот линия таланта, линия искусства и линия войны, линия Киргизия, же участвовала в войне отечественной, и посылала людей, и там приходили похоронки, и так же голодала во время войны, и бедствовала, так же, как вся Россия. И вот эти две линии, они совершенно разные. И вот линия войны, линия этих похоронок, линия женщин, которые исходились в плаче, когда получали известие о смерти своих близких, эту линию нельзя было делать в цвете. Мы сделали её чёрно-белой. А линию любви, линию рождения художника, радостную линию, линию дара Божьего людям, мы вот сняли в цвете. И так как я ещё придумала, ещё на этапе литературного сценария вести детские рисунки, потому что мальчик художник, и вот как он представляет себе мир, и мне несколько тысяч казахских и киргизских детей рисовали и присылали рисунки, и потом мы их взяли на съёмки, они нам рисовали на темы Джимили. И вот я прослоила вот эту линию рождения таланта художника детскими рисунками, конечно, дети рисовали в цвете. И вот эти две линии, они были разные, но печатали мы всё на цветной плёнке, поэтому даже линия войны, она так мерцала, она была очень... Вот эта чёрно-белая плёнка, напечатанная на цветную, она дала очень большую глубину и такое мерцание. И это было очень красиво. Но надо сказать, что вот Суменкул Чокмуров, народный артист СССР, тогда был СССР, это моё открытие, потому что до этого Суменкул, он окончил академию, ну тогда в Ленинграде, в Петербурге теперь, и академию живописи, и был интересным киргизским художником. И когда я искала на роль Данияра, моя внутренняя задача, вот теперь, слава Богу, это можно говорить, была найти киргизского Христа. И это было непросто, потому что в Киргизии, особенно в то время, туловище превалировало над духом, и плоть превалировала над духовностью. и превозносилась. И у меня, потому что, конечно, Чингис открыл новый образ человека, терпимого человека, который относится к женщине с уважением, как к равному себе, и считает её личностью. И поэта, и музыкант, он сочинял песни. И я искала такого человека, и смотрела, и Алжаса Сулейменова, казахского поэта, и очень многих, так сказать, уже стала искать среди интеллектуалов в Киргизии. И вот мне принесли фотографию на паспорт Суменкула Чукморова. Вот у него поразительное лицо. Поразительное. И когда я с ним встретилась, то я увидела, что это актёр мирового класса. Я поразила, что его до сих пор, ему было 33 года как раз, как к листу, что его до сих пор не снимали. И вот я пригласила его на роль Данияра. Он был очень удивлён, и сказал, что я, как я не знаю, смогу ли я вообще, так сказать, всё. И Данияр, тем более, там очень мало слов. Он молчун, он такой скрытный человек. И поэтому это было трудно для такого неумелого актёра. Он должен был мыслить в кадре. Так сказать, не говорить, а мыслить. И это, конечно, это непросто в кадре. Жан Габен вот замечательно владеет этим делом. Олег Ефремов у нас тоже владеет. Вот. И многие другие актёры, но, так сказать, для новичка это всё очень сложно. То есть владение внутренним монологом. Не говорить, а мыслить в кадре. И я, вот, когда он был растерян, и сказал, не знаю, но согласилась. Ну, конечно, как всегда бывает, если Москва взяла, то тут же его пригласили на детектив, фильм такой детективный, «Алый макий и сыкуль». И мы стали снимать, мне везёт на параллельные съёмки, мы стали снимать параллельные. И там, в Киргизе, народ такой жёсткий, хотя очень добрый, гостеприимный. Я очень люблю Киргизию, и вот они полюбили меня, и у меня с ними такие вот, прямо вот, как... Ну, как родные, они мне как все, как родные, народ. Вот. Но народ, охотники, они, так сказать, жёсткие люди, и они добивались хороших съёмок, и они этого Цуйменкула заставили в горной речке просто не выходить из неё, переплывать её там по 20 дублей. А у Чокморова оказалась застарелая форма туберкулёза. И вот у него вспыхнул туберкулёз, и он попал в туб диспансер. И вот это было страшное положение, когда уже у меня часть фильма была снята, и это был июль месяц, и в Киргизии уже никого, все маломальские хорошие актёры разъехались, а актёр на главную роль в туб-диспансере, в больнице. Съёмки приостановились, и был у меня ещё директор, человек нехороший, который за моей спиной, очевидно, что в себя обелите, а просто ему фильм был недорог, он за моей спиной заставлял в дирекцию «Мосфильма», поверить, что у Чокморова последняя стадия чахотки, и что я занимаюсь авантюрой, снимаю актёра, который вот уже харкает кровью, и что фильм не выйдет. И он такие телеграммы слал на «Мосфильм». Но, конечно, что делать «Мосфильму»? «Мосфильм» прислал приостановить съёмки и искать замену. Мы съёмки приостановили, и вот я металась в этом выжженном зноем фрунзе, в театр уехала на гастроли, да и потом я же очень долго ищу актёров, и для меня это такой очень серьёзный этап работы над фильмом. И я не видела замены, я стала пробовать и вижу, что фильм просто падает вниз, что я погублю картину. А приостанавливать и оставлять до выздоровления, это подрастёт мальчик, у него будет другой голос. И всё это, и потом вообще фильмы законсервированные, они часто и не возобновляются. Это да, это значит уже, так сказать, поставить на картине крест, на картине, на которой хорошие материалы, которая уже на треть была снята. и я заболела, мне было очень-очень трудно, но я в какой-то голос мне сказала, что надо бороться во что бы то ни стало. И я поехала, я использовала партию, и в данном случае партия мне помогла. Я поехала в ЦК Киргизии. Секретарь ЦК был, я помню даже, Мураталиев, товарищ Мураталиев, сейчас господин был Мураталиев, и обратилась вот к нему с такой речью, что вот это, может быть, очень хорошая картина по их замечательному писателю, Ченгизоиду Матову, и что замечательный найден актёр, и что замены ему нет, и он должен как-то, вот я прошу, как-то мне помочь всё-таки его снять. Я сказала, что мы будем снимать его два часа в день. Мы возьмём дублёра, мы возьмём медсестру, она будет за ней вот присматривать, мы построим шалаш, он будет стоять в тени, и тогда вот, я умоляю, чтобы, так сказать, потому что выхода нет. Я принесла фотографии, всё, я доказательно, фотографии кадров, фотографии кинопроб, и сказала, что это удивительный актёр мирового класса, и потом с моей лёгкой руки, он действительно, он стал лучшим актёром в Средней Азии, и очень много снимался потом. Вот. И потом вообще стал меньше художником, больше актёр. И что это гордость Киргизии, что его надо снять. Но тогда партия, в партии была дисциплина. Мураталеев взял трубку и позвонил в туб-диспансер и сказал, вот у вас есть там больной такой Чукморов. Вы знаете, надо собрать консилиум и найти возможность всё-таки его доснять. И я советую подумать об этом. Тут киногруппа пойдёт на разы. Вот она пригласит медсестру в Волгу, который будет отвозить актёра. На два часа в день с утра его надо привозить на съёмки. Но я советую обсудить это сами. Но там было, конечно, после звонка секретаря ЦК, был Крипалов в этом туб-диспансере. И я поняла, что это я выиграла. Но потом надо было Масфильм, потому что Масфильм запретил снимать. И я послала телеграмму, что готова идти в тюрьму, если я ошиблась. Но я обещаю, что я сниму в срок и сниму, так сказать, этого актёра. И не будет никаких эксцессов, что всё будет нормально. Но я прошу разрешения начать съёмки, потому что ЦК Киргезия мне разрешила этого актёра снимать. Но тогда человек значил очень мало. Если ЦК Киргезия разрешила, то всё. Значит, Масфильм прислал добро. И я вот стала снимать Чокморова. Мы всё выполнили, всё, так сказать. Это мы возили его на Волге, снимали 2-3 часа. Но всё равно, когда он должен был по трапу нести, он несёт там мешок большой, который ему подложили в шутку, большой с зерном. И вот он идёт по трапу и качается, и за ним идёт народ, который сдаёт зерно фронту. То я, конечно, переживала страшно, и у меня рисовались такие картины. Вот он падает, у него кровь идёт, и я в тюрьме. Вот такие картины мне рисовались. Поэтому это было, конечно, очень напряжённое время. Тем более, что мне пошла очень... Киргизия очень помогала фильму. И она пошла на то, что зерна там несколько тонн сыпали, перекрыли пути, дали лошадей, верблюдов. И там же это вот зерно фронту, это же было массовое явление, надо было воссоздать вот эту вот картину войны в тылу. Но это была война в тылу. И как Киргизия отвечала за войну. Ведь все республики тогда, ведь все очень много сделали, и много было героев. И, конечно, вот сейчас мы будем 60-летие праздновать. И, конечно, лепта всех теперь государства СНГ внесена большая. И людьми, и помощью. И помощью искусству. Вот фильмы о войне, ведь, очень хорошие. Много хороших фильмов было о войне. Ну, на среде тубашев это тоже главный герой фильма. Это, в общем, прообраз маленького Айтматова. Человека, в котором проснулось творческое начало. Одаренного мальчика. Еще не знающего даже сам, что он одарен. И по-детски влюбленного в Джумилю и влюбленного в Данияра. Поэтому в нем борются два чувства. И чувство жемилей и ревность. И в то же время восхищение перед вот таким человеком, творцом, который пел им замечательно во время пути на станцию, вот, созернул. И, ну, этого мальчика надо было, трудно было найти актерский. Ну, мне, конечно, как всегда в кино бывает, приводили красивых мальчиков. Очень красивых мальчиков. И больше почему-то узбеков. Такие у него менделевитные глаза были. Они такие смуглые были. Очень красивые ребята. Но это сразу бы дало слащавость и повело бы не туда. А на средин Дубаршев был из пригорода Фрунзе. Он был такой народный герой и из бедной семьи колхозной. Но он был низкорослый, с очень таким, я бы сказала, даже некрасивым, но очень выразительным лицом. И главное, он был внутренне талантливым, как очень многие в киргизском народе. Я считаю, что киргизы, как итальянцы, есть народы, вот, так сказать, актерски одаренные. Другие, да нет талантливых народов, нет. Другие народы одарены чем-то другим. Но вот актерски одаренные народы, с которыми режиссеру очень легко работать. Вот киргизы принадлежат к этому народу. Там почти каждый человек из-за Ила, он почти каждый актер. Он работает как актер. Они удивительно органичны, как звери, как тигры и как дети. И вот этот мальчик, значит, мы взяли его, я с ним работала. Он сказал, как истинный киргиз, он сказал, что я сценарий осилить не могу. Он был в шестом или в седьмом классе. В седьмом классе, по-моему, учился. Это очень много для меня страниц. Я это прочесть не могу. И я поняла, что он читать не будет. Но он, как киргизы, это устное творчество, это монаст, он очень живо воспринимал рассказ. И я ему говорила про Джамилю, рассказывала, и вот заставляла его делать этюды. И вот я его раскрепостила и увидела, что он очень талантлив. Он сердцем понимал тончайшие философские ремарки. То есть это всё вне разума. Это всё было, так сказать, интуиция, огромная интуиция. Кстати говоря, эта киргизская одарённость, она очень связана с такой какой-то удивительной интуицией. И вот мы снимали разные сцены. Он очень хорошо освоился и прекрасно играл. Правда, ассистенты были от него в ужасе, потому что он был страшный озорник. Он всё время придумал какие-то каверсы, то убегал, то это. И, в общем, его просто... С ним уж очень было трудно. Но вот самую трудную сцену мы оставили на конец. И эта сцена заключалась в том, что вот на среду Дубаши, вот герой, мальчик, сидит по повести, что он осенью, он сделал себе самодельную палитру такую, и он рисует осенние листья, осенний ручей, в общем, осенний пейзаж. И он сидел и рисовал, и вдруг видит шорох, и проходит две фигуры. И он узнал Данияра и Джамиля. А Данияра и Джамиля решили убегать, убежать. И вот они уже прошли мимо него, и он был совершенно в восстолбенении. И потом он должен был побежать за ними и крикнуть «Джамиля! Джамиля!» И потом не догнать их, они уже прошли, и упасть, и плакать. Но вот это у него совершенно не получалось. Никак. Он это делал совершенно формально, но никак. А это ведь нужно было сыграть, как трагический актер. То есть надо было упасть и кататься по земле, и землю. То есть это было крушение его любви, и всех этих иллюзий, и всех этих прекрасных поездок. И даже вот ему казалось, что его творчество, что всё рушится с угодом этих двух людей, которых он любил. И не получалось у него совершенно. и так, и так, и мы потратили время, и оператор уже говорил, что облака уходят, и что уже нельзя будет снимать, и уже кончало съёмочное время, а время же – это огромные деньги, и мы не могли. И я тогда решилась на последний шаг. Я подошла к нему и говорю, «Ты будешь нас мучить?» какой раз такой, и дала ему пощёчину при всем. И говорю оператору, «Камера, камера!» И Кадыржан Кадыралиев, оператор замечательный, он тут же у него, он очень откликался на это, у него уже была готова камера, а мальчишка от растерянности, он так вот опешил сначала, а потом у него полилась из глаза слеза, и он заревел. И в этот момент сняли крупный план. Я говорю, «Иди дальше, дальше!» И он тогда побежал и закричал, «Джемеля! Джемеля!» И потом впоткнулся, упал, и катался, и плакал, и ревел. Замечательно! Но он потом со мной не разговаривал. Это один из лучших кусков фильма. Он потом со мной не разговаривал. И, в общем-то, мне очень трудно было с ним наладить отношения. Но я принесла ему шоколад. Он очень любил сладкое. И сказала, что, слушай, я же сделала это, чтобы ты хорошо сыграл. Понимаешь? Я же к тебе очень хорошо отношусь, но я сделала это, чтобы ты хорошо сыграл. И он сказал потом, ну, я понял, я понял. Он был очень умный парень. И когда я его спросила, ну, а как ты свой, ты главный рой, ты получишь гонорар, как ты истратишь деньги, которые ты получишь? Ну, в фильме тогда все-таки это для него большие деньги были. Он сказал, куплю маме, мать у него болела очень, лекарства и все, что ей нужно, а на остальные деньги буду пировать с друзьями. Спасибо.